МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации Толерадоя компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуском. Лес с символичной назвой юнацтва. Молодь региона унесла свою кладу агульную справу. Удалечені от дома сёня у Гомеля обмерковывали пытанні работы с замежными громадянами, якім потрэбна допамоха. 13 претенденток на корону. Завтра доведаемся, хто отримае титул Королева весна 2018. День народження королевы тэнісу Марию Шарапову повиншавала яя тёска, юная гомельская спортсменка. А зараз об гэты меньшым больш падрабязна. В Беларусі Молдова падпісалі документы об развіці супраціонніства ў розных сферах. Церемонія адбылась і о павыніках перамоў ў Кішынёве президента Беларусі Александра Лукашэнкі з прэм'єр-міністрам Молдовы Паулом Філіпам. У прэватнасті пагадненні об супраціонністве падпісаны пам'яж дзяржаўным камітэтам судовых експіртыз Беларусі і Міністэрствам юстыцы Молдовы і генеральными прокуратурамі дзвюх краін. Уліку документу таксама мемарандума в супраціонністве ў галіне энергоэффіктыўнасті і догавор об навуково-технічным супраціонністве пам'яж акадэміями навук. Шарах документу падпісалі і керавнікі регіонаў. Гомельскі Аблвы Канкам будзе развіваць гандлёваэкономічнае і культурнае узаймадзенні з выканавчым камітэтам аутаномна територіальнага утварэннія Гагаузія. Подпісы паставілі старшыня Гомельскага Аблвы Канкаму Ладзімір Дворнік і керавніквы Канкама Гагаузія Ірына Улах. Дэпутаты палаты працтаўнікоў сёння прынялі ў першым чытанні змяненніў закона в сродках масава інформацій. Сёрод галоных нововядзенніў, пашырыння паняційных апарату закона, распаўсюджування ягодзення на інформаційныя інтернет-ресурсы. Яны отрымаюць макчымась проходзіць дзержавную регістраціў для таго, каб стать сеткавым выданням. Супрацовнікі будзець карыстацца такімі ж правамі, як і журналісты традиційных СМІ. У першыніў законі Аб СМІ устанавліваюцца правы і абавязкі ўладальніка інтернет-ресурсав. Уліку апошніх ідентифікація карыстальнікаў. Пратягваем выпуск. Гаспадаркі Гомельскай в області распачаліся ўбу кукурузы. Атпаведныя работы вядуть сільскагаспадарчыя прадприємствы дзісяці районав. Пададзіных на сёння кукуруза пасіяна на площы ледьболі за 2000 гектараў, што складая калі одного процэнта да плана. Усяго в регіоні сё літа пад гэтую культуру адведзіна більш як 300 тыс. гектараў. Тыдзінь лесу пратягваецца. Прыняцю делу традиційной экологічной акцій запрасіли ўсіх жадаючых – працтавнікоў органав ОЛАДЫ, грамадскіх організацій і просто матраў беларускай прыроды. Сёння разам з работніками лясної гаспадаркі, пасадкай маладых древ займаліся студэнта і школьнікі. Падрабязністю матрыяле Ганны Каральчук. Саме главное при проведзіні лисокультурных работ, соблюдение охраны труда і техніки беззапасны. Ноги на ширине плеч, меч колесо, потім посадочний матеріал на себе, сводь себя, притоптать, да, і проверить. Заделать корневу систему. Специальний інструктаж с доброохотними помощниками праводзі для таго, каб максимальна знизіць страды пачас пасадкі. А дапамагаць супрацовнікам Рэчацкага Лязгаса, на гэтый раз приїхалі піоніра Тимуравцы, волонтёры Руху Добре Серце і байцы студэнскіх отраду БРСМ. На площу 3 гектары, калявёскі Аляксандраўка, яны высадзіля 15 тыс. маладых соснав. Новый лес будзе насіць символічну назву юнацтва. Пасля някалькіх адзін работы, дзельнікі акцій кажуть, што нічога складанаха ў працесі няма. Але яны ўсё ж такі крыху стаміліся. У нас тут две школы, я знаю, учусь в средній школі номер 7 города Рэчаць, і сьогодні мы собрались в параллелі 10-х класів, што бы посадзіць дзереві. Пасадзіли ўже половину дорожки, наверно, ну, не совсем тяжело, но раньше нікогда не делали такое. С посадкай молодых лясоў треба укластися оптымальны термін. Пакулю поверхневам слою хлебы яшчэ ёс вільгаць, і росліны знаходзіцца ў стані спакою. Саджэнцы, мяццовэ, выращэны ў годавальніку при лязгасі. Прыкладна праз 80 гадоў, яны заменят сабой пошкоджэнэя караедам і высечэнэя древы. Пасля минулогодніга нашестя насякомага шкодніка узнавлення патрабують значныя площы лясных угодзів. Толькі ў Гомельскаў в області па гэтай прычыні высекли більш як 13 з половы тисяч гектару. Все площади, которые были поврождены і вырублены в порядке споршных санітарных рубок, они будуть облесены. Согласно Лесного кодекса, у нас есть время, три года для облесения этих вырубок, но мы, как правило, не ждем эти три года, а стараемся облесить самые короткие сроки. За 17-й год мы вырубили порядка 14 тысяч. Только весной этого года мы планируем создать порядка 10 тысяч уже лесных культур. Значит, часть лесных культур мы будем создавать еще осень этого года. Все летний день лесу промеркованы до года Малой Радимы. Его кульминация отбудется у суботу, 21-го Красавика. Жадаючие принять уделу акции могут звернуться у ближайшее лесництва, где их забеспечить посадочным материалом и проведуть инструктаж. А кроме того, под час Республиканского субботника активисты молодежных организаций будуть убирать сметцы каля водоемов и добро упорадковать дворовые територии. Ганна Коральчук, Василия Сепцов, телерадоакомпания «Гомель» из Речицкого района. Сегодня у Гомеля обмерковывали пытание работы с замежными грамадянами, яким потребна допомога. Организаторами семинара выступили белорусский «Червоный крыш» и управление Верховного комиссара ААН по справах беженцев. Алексей Нсьроу, ведая, об чем мы шла размова. У вугле людей, которые имеют статус беженца, на Гомельчине не шмат. Для его отримания необходимо предоставить докладную информацию об проследовании на родиме по политичных, расовых, тенинших мотивах. Для у всех остальных денежья механизм додатковой обороны. По управлению Верховного комиссара ААН по справах беженцев кажут, что пик миграции в Беларусь замежных грамадян пройшел, а лезо допомогой многие взвертаются и зараз. Количество новых обращений за защитой в республике было ли за статусом беженца или за дополнительной защитой, оно является достаточно стабильным на высоком уровне. Примерно 750-800 человек в год. И по результатам первого квартала это где-то 253 человека. Если эта тенденция продлится, то продолжится. Можно ожидать, что по концу года порядка тысячи человек. Что-то социальные гарантии для беженцев и мигрантов продолжено, как в активности тримания медицинской допомоги, так и процедурование. Тем больше, что зараз на Гомичне есть, но я около 5 тысяч вакансий. Правда, как поднимать работу представникам краин далекого замежа не обходно первое за все выучить русскую мову. Создают здесь совместные предприятия или иностранные предприятия в области общепита, туризма и так далее, и так далее. Конечно, им нужны определенные специалисты, ну, вплоть до того, что и неквалифицированные специалисты. И они, эти граждан, принимают на работу, то есть создают для них рабочие места. Десять годов тому Гомский Гарбуканкам засновал пункт часового размещения психологичной и социальной адаптации беженцев. За минулый час сюда было накеровано больше 200 грамотян из Афганистана, Пакистана, Сирии, Ирана, Бангладеш. Вот у таких умовах умели проживать семьи беженцев с великим того, что семьи, звичайно, шмадзетные, покои различные на 8 человек, а прочатого тут есть мебель для отдельной телевизор и довольно великий холодильник. У центра беженцы-эмигранты могут находиться до полугода. Тут створены все умовы для проживания. Ранняя кухня, где одночасово могут готовить езжу некольки семью, дитячий гульнявый покой, а прочатого все размещенные тут дети наведывать сады и школы. Работники центра кажут, что у таких взрослых адаптация проходит поравнально легко, у дорослых проблем значно больше. Даже элементарно приезжают иностранцы, они не знают языка. Показать, где магазин, как называется у нас хлеб, помочь, продукты какие-то, помочь разобраться с нашим, ну хотя бы немножко языком, мы все это оказываем. Они живут у нас как в семье. Не все беженцы-эмигранты застаются на помощь, не назовься, некто с часом вертается до дому, некто шукает иншее место для проживания, але у любым выпадках это не отменяя необходности оказания у Сибаковой допомоги тем, кто мая о ее потребу. Иншая справа, что и сами мигранты повинны клопотиться об своем будущем. В связи с этим летость на Гомичине распочалась реализация проекта по оказанию финансовой потребности для открытия уластной справы. Для этого необходимо написать бизнес-план, где расписать конкретно, чем будет заниматься та или иная семья, какой доход они с этого могут получать. Мы рассматриваем это на комиссии и тогда выделяются средства. Но выделяются не реальные деньги, не просто наличными даем, мы осуществляем закупки того или иного товара, который необходим для того, чтобы осуществлять деятельность. Олег Синтеров, Валерий Капанько, телерадокомпания Гомич. Узнагороды для соправдных героев. Медаліст на годы 100 годзе Узброяных сил Беларуси сёня уручили былым воинам-сувязистам. На урочистом сходе каля 5-10 ветеранов Узброяных сил. У розной часы они годно выконывали свой воинский обовязок. Для многих голодным выпробованием стал Афганистан. Виталь Мурашко служить у Центрально-Азиатскую Украину пайшоу доброохотникам. Кажа, у юным узросте и думок не узникало обмахчимой смерти. Страх отступал на вот то самое критичное моменты. Усведомление пришло тольки пасля вертанья дадому. Начался обстрел. Осознаю, что пули там бжик-бжик ветка какая-то срезанная с дерева пулей падает передо мной. Ну приседаю рукой за голову хватит-хватит там соображаю каски нет. Ну соседний окоп прыг но самое интересное понимаете мы же молодые страха нет никакого. Профессия сувезиста у военной справы вельми важная. Кажется навод сувезь гэта нерв армии. Кожны запрошенных на урочистый сход самодана служил радиме. Заховывал верность присязе. У адрес ветеранов гучат самые теплые словы и у их гонор выконываются военные песни. Воины сувезисты не просто приклад можности и патриотизму. Яны символизуются правдное военное братерство. Сегодняшнее честование ветеранов говорит в первую очередь о том, что служба в вооруженных силах остается почетной, а те люди, которые связали свою жизнь со службой в армии пользуются заслуженным уважением. Сегодняшнее мероприятие яркое тому подтверждение. Новый проект МНС «Интеллектуальная гульня» под названием «Беспечные соседи» прошла в Гомеле. Ее удельники споборничали уведом неправила обеспеки жития деяностей. Ведущий двухразовый чемпион Беларуси по спортивным Штодзекали и брейн-рынгу Леонид Климович в супрацовне с представниками МНС подрихтовал пытание, а три команды Гомельского района спробовали докладно отказать на кожный. За перемогу спрочались жихары Грабовицкого, Марковицкого и Чаратянского сельсоветов. Цекавым был и состав команд. За гульнявым столом семь человек, среди двух школьники двое доросных два пенсионера и капитан команды старшиня сельсовета. Такий подбор гульцов дозволяя охопить максимальную аудиторию, а сама гульня стала одним из новых мероприемств республиканской профилактичной акции за безпеку разом. Все мы помним те времена, когда знали кто с нами рядом живет, кто чем может помочь и в случае какой-то беды всем миром наваливались и ее решали. Не зря есть такая поговорка, что лучший сосед, лучше, чем много плохих родственников. И вот эта форма работы, которая будет сейчас распространяться по всей территории области, именно для того, чтобы сплотить именно возрастное население нашей области в решении вопросов безопасности. По вынниках гульни удельники отримали дипломы, а так само корыстные подарунки, вогнетушители и пожарные оповещальники от доброохводного пожарного товариства. Пряможцей стала команда Чаратянского сельсовета. Гомельский областный драматичный театр сегодня распочал обменные гастроли с Орловским державным театром для детей и молодых свободной просторой. Они протягнутся до 21 красавика. У выполнения запрошенных артистов гомельских глядачей чекают четыре интересные спектакли. Театральный марафон открылась семейная сказка «Африка». Это занимальная история про первобытный живойный свет, где есть место с важным учинками, хитрым интригом и захопляльным приходом. Привезли с собой орловские артисты комедию Уильяма Шекспира веселые женки Видзара. Так само на сцене Аблдрамтеатра разгорнится романтичный мюзикл «Людзі ламанчай», который закликает глядачу поверить в силу добра, каханья и прихожостей человечей души. А еще орловские артисты покажут музичный детектив Пастка. Тем часом российский глядачу в выполнении творчей трупы гомельского Аблдрамтеатра так так само четыре цикавых комедийных спектакли. Лятучи Корабель, Мою женку Завуть Марыс, Дамы Гусары и Дякуи Марго. Хочется, чтобы наши зрители порадовились этим спектаклем, который Орел привозит, потому что они всегда это другая стилистика, более такая молодежная, современная. Плюс это театр музыкальный, у них всегда много постановок с танцами, с песнями. А мы надеемся, что тоже порадуем орловского зрителя, потому что спектакли все у нас интересные, достойные и всегда обычно тоже хорошо нас там принимали. Завтра у Гомеля выберут уладальницу титула Королева Вясна 2018. Отборочные этапы конкурсу пройшли во всех установах высшейшей адукации региона. У их приняли удел свыше 50 девчат, 13 з яких стали финалистками. Конкурс продуглеживает 4 выхода у дельниц, а выбирать переможцу будешь журы, актеры и представники индустрии моды. А кроме того, все лета конкурс пройдет на новой плясовце в Громадско-культурном центре. В этом году мы решили вывести конкурс Королева Вясна на совершенно другой уровень, провести его в одном из самых, наверное, в самом лучшем зале Гомельской области. И еще одной из фишек, говоря по-молодежным, будет то, что мы привлекли оркестр областной филармонии. То есть Королева, весна и все должно быть в этом стиле. Первый выход мы будем выступать в платьях, которые нам предоставляют. Второй выход заключается в том, что мы сами себе подбирали наряд. Третий это у нас будет творческий конкурс и четвертый уже вечерних красивых платьях, которые нам предоставляют. На втором конкурсе это будет констюмированный конкурс, как я уже сказала. Я буду в своем гимнастическом купальнике красивом, расшитом. Пераможца проставить Гомельщину на республиканском, а за теми на международном узровне. Тем часам у группе молодь Гомельщины протягивается голосование за звание Мисс Интернет. Кто отримает корону и титул Королева, весна 2018, расскажем в наших наступных выпусках. А королева Великого Тенниса Мария Шарапова сегодня означает 31 день на Радженне. Вядома, что лес пятеразовый переможцы турнира у Великого Шлема связан с Гомелем. Батьки, будучи первой ракетки свету, даяе на Радженне жили у областным центры. Зараз у Гомеля подрастает еще одна Мария Шарапова. 11-годовая девчинка так само Сурьоз занимается теннисом в профильном центре Олимпийского резерва. В першиню на корт она вышла в 5 годов. Инициатором этого был ее дядюля. Неопошную роль в выборы сыграли мя девчинки. Спочатку теннис не вельми подобался Маше. Але першые поспехи стали добрым стимулом. И зараз это частка ее життя. 7 тренировок на тыдень подыход профессийный. За карьерой своей сусветно ведомой тезки Маша Сочить. И навод первой мая некоторые комбинации на корте. Мария Шарапова для девчинки кумир не только в спорте. Дорогая Маша, я поздравляю тебя с днем рождения. И хотела бы сказать, что твои победы вдохновляют многих девочек в мире, в том числе и меня. Я считаю тебя идеальной девушкой, идеальной теннисисткой, очень красивой, умной и честной. Я бы хотела быть похожей на тебя во всем. Не только имени и фамилии. Я желаю тебе большого счастья и новых успехов. ГТА, так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.cvrgomil.by Далее у эфиры де-факто и спортивные огляды. Я с вами разведываюсь. Усяго доброго и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев Здравствуйте. В Гомельском районе во время рыбалки у линии электропередач от удара током погиб пожилой мужчина. Житель деревни Рудня Маримонова планировал порыбачить у мелиоративного канала в пролете опор лэб Диатлович и Холмич. Пенсионер дотронулся углепластиковой удочкой до голого провода высоковольтной линии. От удара током произошло возгорание сухой травы возле мужчины. Он сам от поражения электричеством получил смертельную травму. Назначены соответствующие экспертизы по результатам которых будет в том числе выяснено находился ли он в состоянии алкогольного опьянения. В том числе сейчас проводятся проверочные мероприятия направленные на установление причины условий произошедшего. По факту смерти мужчины Гомельским районным отделом следственного комитета назначена проверка. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Без пострадавших обошлось чрезвычайное происшествие в Калинковичском районе. В деревне Крюковича в результате пожара уничтожена шиферная кровля кирпичного сарая на площади 48 квадратных метров. Повреждено имущество хозяйки строения. Причина пожара устанавливается. Сильный ветер стал причиной происшествия в Реческом районе. Сломленное дерево повредило линии электропередач. В результате обрыва без электричества остались два населенных пункта. Это более 30 домов, в которых проживает без малого 40 человек. Сотрудники управления по чрезвычайным в ближайшие дни на большей части региона ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. В отдельных районах объявлено штормовое предупреждение. И в завершении выпуска оперативной информации сотрудников госавтоинспекции региона. За прошедшие сутки на территории области выявлено более 700 нарушений правил дорожного движения. 14 водителей управляли транспортом и 13 пешеходов участвовали в дорожном движении в состоянии алкогольного опьянения. 160 водителей нарушили скоростной режим. На территории области зарегистрировано 24 ДТП, в которых никто не пострадал. Госавтоинспекция Гомельской области ведет поиск очевидцев. 2 апреля 2018 года примерно в 20.30 на улице Богдана Хмельницкого города Гомеля на пересечении с улицы Жукова произошло дорожное транспортное происшествие с части автомобиля ФИАТ и пешехода. Также с 12 по 17 апреля в период времени с 12 часов нестанавливая водитель управляя крупногабаритным транспортным средством либо грузовым при движении по проспекту Победы города Гомель совершил наезд на рекламную тумбу расположен напротив дома номер 2 по площади Победы. Причинив ее механические повреждения с места ДТП скрылся. Граждане, располагающие какой-либо информацией по указанным происшествиям просьба сообщить по указанным телефонам в госавтоинспекцию. Такой обзор криминальных новостей и происшествий к этому часу. Берегите себя и своих родных. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельчане завоевали медали на чемпионате мира по спортивной акробатике в бельгийском Монтверпене. Максим Маркевич и Олег Михалевич стали серебряными призерами в мужских парных упражнениях. Алексей Заяц, Артем Ященко и Артур Беляков в составе национальной сборной Беларуси завоевали бронзовые медали в командных состязаниях. Все атлеты воспитанники Гомельской из Дюшор номер 4. Еще один успех наших атлетов на международной арене Ульяна Мининкова везет домой бронзу Кубка Европы под дзюдо среди юниоров. Воспитанница Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств стала третьей весовой категорией до 57 килограммов. Турнир проходил в российском Санкт-Петербурге. Обе команды гонбольного клуба Гомель синхронно уступили в очередных поединках чемпионата Беларуси. Мужская дружина, уже обеспечившая себе дежурную бронзу национального чемпионата, на выезде проиграла Могилевскому Машеке 30-34. Женская команда в Минске уступила своему принципиальному сопернику БНТУ БелАЗ 20-25 и передельно усложнила себе задачу по сохранению звания лучшей команды страны. В двух оставшихся противостояниях с дружиной Тома Жичаттера политеху для оформления чемпионства достаточно набрать всего один балл. Следующий очный поединок лидеров женского клубного гонбола состоится 28 апреля на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. В женском чемпионате Беларуси по баскетболу стартовала стадия плей-офф. В четвертьфинале баскетбольному клубу Гомель-Сорж сопернике досталась брестская команда Виктория. Первый поединок серии до двух побед прошел в Гомеле. Гомельчанки подтвердили свой статус фаворита на протяжении трех четвертей подопечные Сергея Кулешова уверенно контролировали ход матча. И только в заключительные 10 минут позволили сопернику подтянуться в счете. Итог победа Гомеля 74-44. Вторая игра этого противостояния состоится 21 апреля в Бресте. В двух оставшихся четвертьфинальных парах без неожиданности фавориты осечек не допустили. Гродненская Олимпия и столичный горизонт одолели Горизонт-2 и Гродненскую Викторию соответственно. Напомню, что победитель регулярного этапа Смоки-Минск в борьбу за медали вступит на стадии полуфинала. В Гомеле стартовал чемпионат области по плаванию. На протяжении трех дней будут определяться сильнейшие спортсмены для участия в республиканском первенстве, которое пройдет с 1 по 3 мая в Бресте. На областных соревнованиях представлена 21 дисциплина. Победу в них под сводами Дворца водных видов спорта спорят почти 150 человек, которые прошли районные отборы. Это представители Гомеля, Калинковичей, Мозыря, Речицы, Жлобина и Светлогорска. Судьи отмечают высокий уровень подготовки спортсменов и достаточно высокую конкуренцию. Правда, не во всех дисциплинах. В некоторых она практически отсутствует. Конкуренция высокая, да. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы еще больше было спортсменов представлено на различных дисциплинах, потому что некоторые дисциплины менее с большим количеством участников представлены. Лучшие пловцы по итогам чемпионата области отправятся на республиканское первенство. Регион представит около 20 спортсменов. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова